Как называлось знаменитое сражение Крымской войны, участником которого был адмирал Нахимов. Этот и другие факты нашей истории вспоминали участники Всероссийского теста по истории Отечества. Тест по истории Отечества, акция ежегодная. 40 вопросов и 40 минут, чтобы на них ответить. Организатор молодежный парламент Госдумы страны, главная площадка в республике, Чувашский госуниверситет имени Ульянова. Самая главная цель этого проекта, это чтобы люди прорешали задания теста, у них возник вопрос, на те вопросы, где они неправильно ответили, пришли домой и изучили это, чтобы люди знали историю своей родной страны. Эту цель организаторы достигли. Несмотря на уверение, что вопросы исключительно из школьной программы, некоторые поставили в тупик даже студентов исторического факультета и их преподавателей. И вот вам, как студенту-историку, какой вопрос показался сложным? Русско-драматическая актриса Императорского малого театра, первая народная актриса Советской Республики. Ее имя носит один из современных российских театров. Назовите имя актрисы. История складывается не только из политических событий, но и событий культурной жизни. Хотя, по большому счету, вы, наверное, правы, речь идет больше об искусловедении. Поэтому, ну, тут это право было тех людей, которые вставляли тесты. Вот. И, конечно, вопрос достаточно узкий. Я с вами тут полностью согласен. Вы знаете, конечно, ответ. Не скажу. Благодаря интернету узнаем ответ и речь про Марию Ермолову. Вместе со студентами и преподавателями тест написали депутаты Госсовета Чувашии. Как сказал Сергей Павлов, такой тест нужно сделать обязательным перед баллотированием на новый срок. Это будет только повод еще раз поднять литературу, посмотреть, вспомнить, может быть, узнать не доселе мной неизведанной страницы нашей истории. Самое главное, наверное, чтобы молодые люди знали историю, знали, через что прошли наши деды, прадеды, предыдущие поколения, как она досталась нам, Россия. Результаты участникам сообщили. Спустя полчаса все они получили сертификаты. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.